Всех приветствую, в этом видео я буду разбирать поединок в легчайшем весе между Кори Сентхагеном и Робом Фондом, который возглавит турнир в Нэшвилле. А состоится этот поединок 6 августа, а я начинаю разбор. Начну с Кори Сентхагена, он имеет базу кикбоксинга. У него впечатляющие науки в стойке, он креативен ударной технике, в его арсенале есть много разнообразных ударов, а также он может нокаутировать. Кори техничен и быстр в стойке, еще он часто передвигается и имеет отличный футворк. Он хорошо чувствует дистанцию и он часто меряет дистанцию джебами, а также он грамотно меняет стойку и является одним из лучших ударников дивизиона. А его фишками в стойке могу выделить его локти и колени в прыжке, но у него есть минусы, он плохо под давлением и он часто отдает спину. До поры до времени Кори не так часто использовал борцовские навыки, но в последних боях он стал в разы чаще использовать ее. Но переводить у него получается не всегда, контроль у него неплохой, но борьба не является его козырем в рукаве. В грэплинге тоже не мастеровит, но угрожать сабмишинами он умеет. А удержать его на земле не так-то и просто, и от сабмишинов он хорошо защищается. Выносливость у Сэндхагена нормальная, но не сказать, что идеальная. Но вот главным плюсом Кори является его держак, уронить его не так-то и просто, и он ни разу не оказывался в нокауте. Перехожу к Робу Фонту, по базе он является боксером, большую часть времени он предпочитает биться в стойке, и у него отличный джеб. Фонт имеет довольно-таки сильный удар, он способен отправить в нокаут своих соперников, еще он неплохо передвигается по октагону, а еще он хорош в работе на дистанции, и у него есть хороший набор науков кикбоксинга. Роб Фонт много пробивает, но также и много пропускает. А его минусом на данный момент является его держак, который его начал подводить, его можно потрясти, уронить. Но он ни разу не оказывался в нокауте, но рано или поздно это может случиться. Роб также может и побороться, но получается это у него далеко не всегда, и он больше предпочитает биться в стойке, нежели бороться. Роб Фонт имеет разнообразный набор приемов, за свою карьеру он побеждал разными сабмишинами. Еще он имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, и уносливость у него хорошая, полную дистанцию может проходить. В бою у Кори будет преимущество в том, что он моложе и принял меньше урона за свою карьеру. Но несмотря на это, нас ожидает яркое противостояние, где борьбы стоит ожидать с обеих сторон. Но это не главное в этом бою, тут все решит ударная техника, которая будет на стороне Кори Сентхагена. Он будет техничнее и быстрее в стойке, и он будет на уровень выше своего соперника в этом аспекте. И не забываем о том, что Роб имеет проблемы с держаком, а Кори может отправить в нокаут. Хоть Роба и можно уронить, но его трудно нокаутировать, но урон усвойственно накапливаться, поэтому в этом бою он может и побывать в нокауте. И не забываем, что у Роба в боях появляются гематомы и рассечения, а Кори как раз умеет ломать лица соперникам. Поэтому есть шанс, что поединок могут остановить. Исходя из всего лучше перечисленного, моим прогнозом на бой будет победа Кори Сентхагена нокаутом. Вероятнее всего бой подзатянется, и нам стоит ожидать развязки в финальных раундах. На этом видео подходит к концу, оставляйте свое мнение на этот бой в комментариях. А я с вами прощаюсь, всем удачи и до новых видео.